Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас Музыка Родиновского Музыка 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 Святая Украина Святая Украина Святая Украина Святая Украина Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 БРОСИТ БАТАЛЬЁН ШАХТЕРОВ ВООРУЖИННЕ ТОЛЬКО ЛОПАТКОМИ И ПО ДВЕ КРАНАТЫ А ПОСКОЛЬКО ГРАНАТЫ В РУКОМАШНОМ БОЮ НЕ ПРИМЕНИШЬ А ДЛЯТОГО ЧТО ПРОВАТЬСЯ К ПРОТИВНИКУ С ЛОПАТКОМ НУЖНО ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ ШТЫКИ ХЕРСЛЭТО ПОЭТО где-то через полчаса весь батальон полет, и мы до сих пор не можем найти, где он похоронен. Не исключено, что его просто сбросили вновь. Это второй роман «Батарея и третий. Севастопольский конвой». Он посвящен уходу, нашему эвакуации из Одессы в Севастополь. В Москве все эти романы, 20 романов они вышли в Москве, и этот трехдомник, он уже несколько раз преиздавался. Я благодарен вам, что вы заметили. Я был участником первого вашего заседания, как вы помните, были в старайтесь и так далее. Я всегда готов вас поддерживать. Рассчитывайте на меня. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Номинация «Авторская книга». Речь сейчас пойдет о книге, где повествуется о тяжелых и грустных событиях. Но написано здорово, талантливо, искренне. И пора раскрыть тайну. Лауреатом конкурса «Бриллиантовый дюк» имени Дэри Шилье за книги «Ты ангел», антология авторов, посвященная Чернобылю, за просветительскую деятельность награждается журналист и писатель Лариса Волошенюк. Город Луцк, Украина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я, наверное, соживалась, потому что у меня в «Офф-эш» приучили все уже книги, и я по памяти должна была восстановить этого названия на аргузском языке, а это украиня язычно, автор и книги на украинском языке. Так что я благодарна судьбе, что мы встретились и познакомились у Работина и на конкурсе «Украинского новоединения». Ну, Лариса расскажет. Спасибо, что вы говорите. Здравствуйте, дорогие мои зрители, слушатели, дорогие жюри. Я очень рада приветствовать вас от имени Волинской земли и города Луцка. И буду говорить на украинской мове, так как для меня эти две мови родные, но, поскольку Волинь больше украиномовная и моя родина, я виховалась на украинской мове. Для меня эта мова немного легче, хотя я владею и английской, и польской, и еще несколько мовами. Я очень благодарна пане Олене за это чудовое запрошение. Приехала и говорю, что ехать или не ехать. Нет, поеду. Пошла в приватбанк и говорю, девочки, нужно на третье число билет. Кажут, Васильевна, сделаем, из-под земли выделим. И я поехала. Хочу сказать, как тяжко создалась книжка «Зерка Полин». Вы знаете, не было бы счастья, то не счастья могло. Один недисциплинованный, не хороший человек сказал, «Лариса, сбери твори авторів, и мы выдамо цю книжку». Я наивно зібрала, рік не видає, півтора не видає. Кажу, віддайте, видамо самі. Я забрала кількість свій твір, люди мені повірили другий раз, я їх зібрала докупи і видала цю книжку. Серед них ліквідатори Чорнобильської аварії, інваліди, люди, які проживають в тій зоні. Ви всі знаєте кожного, або друзі, або родина були в тій ситуації. І багато творів там писалось під сльози. Ну, ця книжка є такого пана Петра, якого фамілія Порошенко, чи там не читав, не знаю, но подарували і за кордон, і також твори ми її перекладають на іспанському. Ну, то таке. Я одним словом хочу вам прочитати один вірш із іншої книжки, «Ти мій ангел». Один мужчина. Ну, життя є життя. Хтось когось любить. Попросив. «Василівна, ви це все відчуваєте, що пишете?» «Так, відчуваю. А ви можете написати для моєї коханої дави, для коханки?» І я кажу, та можу. І думаю, як же ж рішити цю задачу, як я люблю тільки мужчин, а прийдеться писати для жінки. І я назвала «Ти мій ангел». Ангел – це і мужчина, і жінка. Можна це застосувати для мужчин і для жінки. Я написала такий вірш, на нього вже два композитори написали музику. Це віруючий композитор Петро Слива і заслужений діяч України Ярослав Найда. «Ти мій ангел, ти все просиш, не можу забути. Ти чекаєш, не можу прийти. Як стоїш, то не можу минути. А як кличеш, то хочу втекти. Як вітаюся, поглядом малиш. Як прощаюся, кличеш назад, Наче квітка в росі і туман. Загороджена, просто чужа. Я, кохання, у римку правлю. Я ступаю, а далі межа. Ти мій ангел, якого я славлю. Ти мій демо, ти тіло і душа. Так заграє душа, наче скрипка. Та відчує, як серце бренить. Ти прокляття моє. Ти молитва, безкінечність, година і мить. І знову номинація «Авторська книга». І тут, в дипломі, значиться ім'я чоловіка, Который в течіні многих років «Искріння». Я подожди сказав, по-одесськи «Истова» Славить тех, кто своим творчеством славит Одесу. Лауреатом кукурса имени Решилье За повість во всем виноватому Саки, Мурасаки, Часть птицы избранной Награждается искусствовед, журналист, писатель, педагог, Кандидат в филологии Вероника Коваль. АПЛОДИСМЕНТЫ И сразу же, сходу сразу, вместе с Вероникой Коваль Награждается Анжелика Жукова. У Вероники Коваль два диплома. Один из них вместе с Анжеликой Жуковой За альбом по искусству Наталья Бепсенко-Зинкина. Это замечательный главный художник Одесской оперы в течении многих лет. Мы поздравляем вас! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Я хочу сказать, что еще мы с Анжеликой Делали книгу «Свет любви» по материалам архива семьи Кукловых. Но она уже была представлена. А вот эта книга Наталья Бепсенко-Зинкина. Я удивляюсь, что, кого бы ни спросил, мало кто знает это имя. Потому что она всегда на афише была внизу. А на самом деле Наталья Михайловна была больше полувека главным художником Одесского оперного театра. Но такие скромные проекты! Да, говорит ее подруга Светлана Малыш. И действительно, этот альбом получился. Я хочу просто микрофон положить и показать пару страниц. АПЛОДИСМЕНТЫ Она прекрасна и истинна. Мы собрали все работы, все эскизы Натальи Михайловны. Вот она, такая удивительная женщина, скромности необыкновенной. И надо сказать, что через два года, по-моему, с небольшим она ушла и жизнью. Поэтому эта, вот эта книга, она осталась, конечно, в замечательной памяти. Здесь абсолютно все ее эскизы, спектакли, и абсолютно все костюмы, которые она работала. Посмотрите, это чудо. Это просто действительно, это художница волшебная самостоящая. И мы рады, что мы это таком сделали. АПЛОДИСМЕНТЫ И еще одна книга. Ну, у меня уже, наверное, семь или восемь книг, рассказы и повести. А вот эта книга, «Чарль птицы избранная», она была издана в этом году в США. Я ее получила оттуда в подарок. Так что, спасибо, будем оправдывать дальше. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам большое, что вам приветствует. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо огромное за доверие. Спасибо огромное, что раскопали. Я не подавала даже, где они разыскали мои книги. И прочитали их, и оценили. Я очень их благодарна. Я благодарна всем, кто пришел сегодня сюда, чтобы честить тех людей, которые действительно достойны этого. А в Одессе нашей еще будет много-много рождаться талантов. И мы будем бесконечно честить их во всех прекрасных золотых, серебряных, крустальных залах. Спасибо большое. И всем вдохновение. Наверное, нет среди вас того, кто не помнил бы и не любил бы удивительных ансамблей из Белоруссии, песняры, веросы. Почему я сейчас об этом говорю? Человек, который непосредственно своей жизнью, своей судьбой и своим творчеством был связан с этими коллективами. А сейчас, когда немножко изменилось время, вы знаете, как оно изменилось, этот человек с нами в Одессе. В номинации «Музыкальное авторское произведение «Бардовская песня. Танец» лауреатом фестиваля имени Ришелье стал замечательный эстрадный певец Виталий Червоный. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А, ну вот в связи с этим как раз-то я вот и, дорогие друзья, пару слов скажу. Вы знаете, дорогие мои земляки-одесситы, мы, живя здесь, наверное, и замечаем уникальности нашего города, как воздух, которым мы дышим, он для нас обычен. Да, наша смесь степного и морского воздуха с ароматом акации, которую мы начинаем вспоминать только тогда, когда мы уезжаем из этого города и начинаем тосковать по нему. Действительно, в моей судьбе так много раз было, что уезжал на гастроли и всегда счастлив, что через несколько месяцев я возвращался сюда. Но очень хорошо смог понять тех людей, которые уехали из Одессы и не имеют возможности сюда вернуться. Вот об этом песня «Романс эмигранта», которую написал одесский композитор, замечательный композитор Борис Мамин на стихи одесского поэта Владимира Туснового. Песня эта называется «Я вернуться хочу». Я вернуться хочу, хоть на день, хоть на час, Посмотреть на другое устоя на другое уши, Где ротарь и море, В ладони береги глаз, Где на дно хим, а я встал в сердце вечный уши. А выстал, что мой Бог, Где я с деться на пути, Хоть и лим, и для меня, В ладони береги вечер, И тварь и прораз, Пусть за лошадь и ноги, И за рошадом на господи свежей! Ах, как у нас в мире, А брат сенсивно, А какая весна, Ах, как у меня нет, А байтон не все, ПЕСНЯ 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 Лауреат нашего конкурса фестиваля имени Решилье Клуб авторской песни Сергея Торофеева Прошу Благодарю всех за внимание Моей скромной персоне Ну что я могу сказать Буду и дальше писать авторские песни Прославлять наш город Прославлять красоту наших женщин Описывать наши традиции Писать о любви, о добре и о мире Большое вам спасибо Если вы не против, то я спою вам свои две авторские песни Которые я написал о нашем городе и о нашем Черном море О чем здесь О чем здесь Субтитры подогнали Симон. 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 И клятву верности даю, иначе как? Хотя бы на миг когда-нибудь познать Высокого паренья благодать, Глубокой пулкой тишине, В морской пучине так знакомой мне. Летала я со стая нежных рыб, Бросала с пирса, будто бы тупик. Пришел всей жизни юный и молодой, Когда с тобой шла одна на бой. С твоим непониманием и тоской По лучшей жизни, а по мне чужой. Я так хотела плавать и летать, Играть на сцене, деток поднимать, Нырять в пучину тихого холста, Познать, как камень у художника душа, И мастерство его столь килограммно, Коль не встанно творчество утано. Ах, слава Богу, я люблю писать, И слов ковры цветные нежно ткать. Карнавал разных судеб, день отъезда, Отчет, почему разыграли новой жизни подсчет? Колесо раскрутилось, в городах разбрелись, Как осколки цветные в ковидоскопе сплелись. Повернулась картинка сквозь узок на полях, Силуэты ожидают, и растаяли вправо. В перемешку народы, мишу, сленки языков, Мы дождались свободы, задохнулись глотком. Чистый воздух, душистый, пленом души порвал, Разбередил нам раны, сердце прошло, взорвало. Помолились, но снова, вот с другой стороны, За свой дом выступаю. Нам не нужно войны, мы ведь здесь не чужие, Мы приедем потом, может, в памяти просто Возвратимся в свой дом, где вокруг не чужие, Вдруг для друга живут. Не предайте, родные, добрые весточки ждут. Вдруг представить художников нет. Нет мольбертов и красок, нет дозок и лаков, Нет кистей и лисов, нет седых мудрецов, Наблюдателей века, бессмертных поэтов, Бесформенные лики в основе основ, Значит, стало бы просто черным все черно. С нами Бог. Он сотворил миров, от сотворения миров и до сих дней, Благословляет он людей и рыб, Слово львов, богов упорных, Грипов, соколян, дожадей, Всю жизнь, всех зверей, Широким жестом и душой Творца, Вдыхает жизнь в душах и сердцах, Ведет на подвиг, на любовь и бой, Дает художнику талант, Забрав покой. Часто просим мы Бога, Забывая отдать Благодарности слова И судьбы благодать, Оторвать, как от ветки, Плод души расписной И открыть, если нужно, Клапан сил запасной. Есть договор такой, Маленький остров мой Ты посетишь, плыви, Жду тебя до зари, Вдруг к нам спустился с небес Ангел трубач воскрес, Все всколыхнул, Зашел вместе с ним Чувств сону. Да, я тебя люблю, Боже, боготворю, Ты принеси скорее Песни в волшебный трень, Вслед инструментов звон, Нам пропоют в унисон И саксофон, и гармонь, Голос звучит светлый мой, Арфы и клавесин, Новых мелодий рощин, Новой судьбы пролет, Остро тебя здесь ждет, Только ты прямо плыви, Жизнь юлой, не юли, Неравнодушным будь, Тогда откроется путь. Из правды, мечты, борьбы, Из сока от жизни, судьбы, Из радости встреч и разлук, Уже даже, знай ты, внук, Налилась с соками в сласть, Как передать страсть, Как перейти в брод, Остров навстречу плывет, Любовь ждет, Кто верит в любовь, Тот сможет найти смысл вновь, Как жжет, Будто тает ледник, Как будто Орфей Вновь приник, И в ушко так нежно поет, И гладит, И пальчики жмет, И снова поет С высока, По волнам ракочет душа, Кто ничего не забыл, Маленький остров мой Праздником окрестил, И не устал, И пришел с музыкой Ясной в дом. Эта часть я назвала Острова Елены, Архипелаг Глории, Посвящая всем гостям И всем участникам, Лауреатам нашего года 2017. У нас в этом сезоне Было более 300 лауреатов Из 33, А может быть и больше стран Мы еще не посчитали. А количество лауреатов Это не считая групп, Но я считаю, что это вообще Движение такое за красоту, Любовь, миротворчество, Доброделание. Спасибо всем, Кто участвовал с нами. Можно я зачитаю Несколько отзывов. Поэтический вернисаж Елены Не просто сборники стихотворений, Картины, Молчат перед зрителем, А поэтесса Озвучивает их. Задуманная серия Из цикла авторских программ Золотые мастера Одессы Некий новый Синтетический Жанр искусства. Юрий Гаврилов, Газета Коммерсант Юга Золотая серия Не только стихи. Я бы назвал это Лирическим эссе. Такой жанр Всегда был популярен На Западе. А нас, поэтов, Громили за это. Только прибалты Позволяли себе Вольное отступление От академических стандартов. Елена, конечно, О стандартах не думает. Она поет, Как птица. Василий Кокрестенко Поэт-писатель. Дорога Ананьевой Это проспект искусства, Где мы встречаем Муз поэзии, Живописи, музыки, философии. Тонкий лирический поэт С раненой душой. Евгений Лукашев Заслуженный дезинкультуры Украины Доктор спусковеджения Профессор. Елена, Пора за дело И сумку приготовь. Море заиндевело Тысячу проводов, Как писал поэт Борис Нечердан. Твоя эрентия Ильды растопит. Дерзай! Анатолий Грущак Писатель поэт. Спасибо. Ближе, чем мы перейдем К награждению Номинации Живописи, графика, Вот у меня были Когда-то, Еще тогда, Когда мы вели Вернисажи, Стихотворения, Именно как бы В стенах Музейного зала. Я с Азовом В жизни Не встретилась, Но приятнее Вдвойне Обнаружить Под маской Иронии Лики тонкие На стене. Приоткрыта Немного створка Занавеска Экипажа Разудал ее За дворки Карнавального Ипатажа. Чуть-чуть Сдернутая Юбочка Причеркательный Сквозь Ларнет. Наслаждение Цветом И формой Столь торжественными На просвет. Подмигнуть Под задорю Покажу Кратчайший Путь Микеланджело С Ван Гогом В путь Дорогу Не забудь. Приглашу Друзей Поэтов Клан Особый Непростой Мы с тобой Встречаем Лето Приходи Ко мне Зимой Будем Петь И веселиться И в картине Оживем Вернисажем Открываем Новым Праздником И днем Я с ИЗОПом Жизнь Не встретилась Но приятнее Вдвойне Повстречаться Снова С друзьями Найти Общность По душе Спасибо Теперь мы Числово Продолжим Наше Чтение Награждение Там очень большой Блок программы Есть Во дворце Молодежи В Воронцовском Дворце 6 сентября В среду В 15 часов Ждем Всех вас Независимо от того Получили ли вы Вручили ли мы Вам дитром Будем рады Продолжить Наша Община Одесские художники Те самые Знаменитые Прекрасные С которых Собственно И начиналась Организация Золотые мастера Одессы Которая Впоследствии Стала Солиднейшей Международной Ассоциацией Деятель Литературы Искусства Глория Итак Номинация Живописи Лауреат Конкурса Имени Дерешилье За серию Картин Летящая Солнце Над мирной Землей Действительно Замечательная Художница Удивительная Интересная Талантливая Я не искусствовед В сфере Изобразительного Искусства Но вот мне Нравится И не только мне Ольга Котлерова Прокопенко АПЛОДИСМЕНТЫ Я очень рада Что с годами Этот конкурс Приобретает Все новые Какие-то черты Глобальность И известность В самом деле Мы 26 лет назад Начинали Это с Леночкой С выставок Каких-то робких Которые потом Разрослись И теперь Привлекли Таких очень Известных Знаменитостей Во всех сферах И культуры И искусства Я очень благодарна Что в этом году Меня отметили Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Татьяна Бродецкая Есть здесь Татьяна Бродецкая Нет Ну вот здесь Диплом Также Да Лауреат Конкурса Алмазный звук Имени Таришин Цикл Любовь к природе Мерзающие Блики моря Татьяна Бродецкая Спасибо огромное До встречи 6 сентября Мы ждем Будем продолжать Поэзии Вас также Честного И снова Номинация Живопись Графика За картины Портретная Живопись В рамках Нашего Всем известного Проекта Спаси Сохрани Возлюби Лауреатом Конкурса И внедря Живье Лауреатом Премии Нашей Ассоциации Становится Андрей Халтурин АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое. Это уже второй мой диплом. В прошлом году тоже отметили мою работу. Я считаю, что это все авансом и стимулом для дальнейшего развития творчества. Спасибо большое. Спасибо большое. Лауреат конкурса имени Решилье «За вышивки», «Парусник», «Попутный ветер», «Райские птицы» в рамках нашего проекта Виолетта Чайкова. Спасибо. Я первый раз участвую в этом проекте. Очень приятно. Хотела бы поблагодарить жюри. И мне очень приятно находиться в этой компании. Надеюсь, что в следующий раз тоже смогу принять участие. Спасибо. 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 Большое спасибо. Музыкальное авторское произведение. Бардовская песня. Танец. И здесь сразу. У меня с математикой нормально. Трио получает диплом «За типтих». Не странно? «За типтих» «Remember me», помни меня. Для смешанного хора «Акапелла» лауреатами становятся сразу трое. Трио. Николай Астахов. Инна Карауша. Анна Кондратьева. Одесса. Украина. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мона. Ещё. Гибкин. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам огромное за то, что оценили наш скромный труд. Этот проект создался буквально за считанные дни. И для меня действительно очень большая радость получить такое признание за наше творчество. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Номинация «Проза». Возвращаемся к литературе. За рассказ «Красные босоножки» из цикла «Рассказы о старом сапожнике» лауреатом конкурса имени Тришилье стал Александр Сороковик. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это редактор, бессменный редактор журнала «Новая, не мига, литературная». И вот ему диплом передадим лично. Я здесь из Минска. Люди также. Поэтому следите за нашими публикациями и за списками. И хотела бы сказать, что это не просто концерт. Это не концерт. Некоторые думают, вот концерт идет все четко, один за другим, все по Раджирусу. Это действительно подведение итогов. Может быть, вот есть конференции, в которых трудно представить себе, что купели, выступали. А у нас это такая итоговая конференция подведения итогов. Вот так. Масло, масло, да? Ничего. А вы знаете, когда шло вручение наград одному из лауреатов, Леночка Ананева сказала особо. Не уходите, вы нам еще понадобитесь. Для вас еще кое-что есть. Особые дипломы. Совершенно особые. Содружество деятелей литературы и искусства «Глория». Специальный тепло. За активное участие в проведении международного конкурса имени Дириж Илья награждается писатель, академик ЮНЕСКО, рецензент произведений, номинантов нашего проекта и электронного журнала «Академия ЛИК», но академик есть академик, уже знакомый вам и любимый нами Богдан Сашинский. Диплом Содружества деятелей литературы и искусства «Глория» за активное участие в проведении международного конкурса имени Дириж Илья награждает своим дипломом за активное участие в проведении проекта «Спаси и сохрани» с 1998 года одного из тех, кто стоял у истоков и ассоциаций, и вот этого Содружества, и Организации «Золотые мастера Одессы», замечательный художник, заслуженный художник Украины, блистательный сценограф Николай Велкун. «Если не будете возражать, завтра на сборе труббе после отпуска Николаю Митрофановичу Волкуну я вручу этот диплом от нашего и от вашего имени». Так, а вот следующий обладатель диплома здесь в зале. За активное участие в проведении конкурса имени Дириж Илья с 2011 по 2017 годы диплом нашей ассоциации «Глория» награждается человек, чье сердце разрывается между двумя видами искусства. Между изобразительным искусством и искусством кино. Кинохудожник, член Национального союза кинематографистов Украины Сергей Тарасов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Огромное спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И вот здесь небольшой сюрприз, Мы иногда делаем сюрпризы друг к другу. И наше содружество с отечественником Горя, в которой я все время исполняющую дипломы дизайнеры, сижу в подвале и делаю дипломы вместе с нашей девочкой, без нее бы я никуда не могла. И вот мы такое создали, я считаю, очень красивый диплом. И это диплом не только красивый, это диплом признания тех, с кем мы вместе. Это второй ступень уже, это с теми, с кем мы работаем дальше. Я надеюсь на эту опору и в дальнейшем также мы будем проводить еще не один проект. Поэтому вот таким дипломом с нашими логотипами, который может быть у каждого из вас и в дальнейшем, еще если мы будем также совместно действовать, в благотворительном проекте «Спаси и сохрани» за активное участие в проведении международного многоуровневого конкурса имени Деришилье 2011-2017 года. И бессмертно мы вот вместе паримся, вот так в Музее Западно-Восточного Искусства сюрпризом вручаем, но совершенно с большим основанием Евгению Женину. Спасибо вам. Спасибо. А теперь еще у нас есть, ну как говорили, Академия ЛИК. Это первые награждения, первые дипломы, первые знаки признания, дипломы, первые десятки. Я публиковала список в Фейсбуке, в других сайтах. Вот Давиду Бейкеру, как он надо будет передать. Академия ЛИК. Академия ЛИК. Академия ЛИК. Всегда я приходил, меня награждали за книгу. У меня 15 книг, сборников, стихов и прозы. Я рисовал много, но я с этим раньше не выходил, были у меня небольшие выставочки. Я, когда выходили у меня книги, я иллюстрировал их. На книгах были мои картины. Сейчас я готовлю выставку, где будут и писатели, и портреты наших писателей. Все есть портреты наших членов Национального союза писателей. Есть портреты художников наших, которых мы в Одессе все знаем, но они рисуют в основном других, а мы немножко их рисуем. И выйдет журнал такой, где будут эти все портреты, и о этих людях будет рассказано все их заслуги. Спасибо. В том конкурсе, международный конкурс «Пушкин и Гоголь в Италии», а мы вот в итальянском зале, это очень символично, также за активное участие в номинации «Изоискусство» диплом «Бриллиантовый дюйм» в Риме награждается Олег Дрявин за живопись «Виват Италия». Спасибо. Таким образом, также за участие в этом конкурсе награждается международная медаль Франческо Петровка. Огромное спасибо. Это сертификат. До новых свершений. Успехов. Всего доброго. Спасибо. И в этом же конкурсе, международный конкурс «Пушкин и Гоголь в Италии», который мы проводили в мае, в номинации «Проза» диплом «Бриллиантовый дюйм» в Риме награждается Галина Соколова и Элла Маськова. За сказки «Мистика», «Фантазия», «Хождение по золотой горшок» или «Сказки Гохмана». Спасибо. Творите сказки добро и фантазию, чтобы нам жить было приятнее. Такой диплом «Пушкин и Гоголь в Италии» за спектакль «Ви», который я передала через вас, автор пьесы, режиссер, постановщик мюзикла «Ви» в Одесском академическом драматическом театре, балетмейстер, оранженуровка музыки, Евгения Лобейко, Константин Печковский, Георгий Ковтун. Передайте, пожалуйста. Значит, я думаю, что в Одессе имя заслуженного деятеля искусства Георгия Ковтун вообще известно. Это один из талантливейших режиссеров и балетмейстеров, постановщик многих спектаклей в оперном театре, в Русском академическом театре. Сейчас Георгий Анатольевич, к сожалению, на больничной койке, но искренне надеемся, что это ненадолго. И по выздоровлению диплом, естественно, будет ему вручен, замечательному мастеру театра Георгию Ковтуну. А также в первой десятке академиков Международной академии ЛИК, деятелей литературы и искусства коммуникации, о котором сообщалось наградной комитет во главе с Евгением Лукашевым и Йохан Шми, а там у нас ассоциация зарегистрирована в Германии. Это правление, там Ольга Морош, Йохан Шми, есть Инга Лебеда. То есть я еще со всеми даже не успела всех познакомить, но мы обсуждаем, и они все видят и видят на страницах Фейсбука. И также вот из первой десятки дипломов Международной академии награждается Евгений Женин. Спасибо за участие, спасибо так держать. Ну вот, профессором не был, а академиком встал. Бывает у нас все возможно. Спасибо. Что у нас в программе, Леночка? О Бекере мы говорили, академик Давид Бекер, найдем возможность передать. Ну и я думаю, что сейчас самое время сказать, где происходит встреча в следующий раз. Есть непременная фраза, которую произносит режиссер-постановщик, когда он доволен тем, что план рабочего дня, план съемочного дня выполнен. Он произносит микрофон. Всем спасибо. И сразу наступает время, ну какое-то неформально спокойное, когда уже никто не связан никакими обязательствами, а просто есть возможность общаться. Всем спасибо. Сегодняшняя наша встреча будет продолжена, но не сегодня. А сегодня давайте подышим воздухом, а то немножечко жарковаться. Жарковато. Спасибо всем. Всем спасибо и до новых встреч. Я думаю, что мы еще пообщаемся и успеем вот в этот период. До шестого может быть, а может быть только уже шестого. Но у нас здесь есть еще один батюшка наш. Я бы хотела дать слово тому, кто приехал из Киева. Конечно, он вне дипломов, он вне конкурсов, конечно, он вне таких наших проектов. Но проект «Спаси и сохрани» живет и будет жить дальше. И я хочу, чтобы наш замечательный Алим или батюшка Илларион, с которым меня судьба свела, и я рада, что он здесь. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа и Минь. Благословение Господне на вас, и во благодать я человеку, любим всегда, ныне, пресно и во веки веков. Аминь. Спасибо вам всем. Спасибо всем. До шестого, я надеюсь, что все будут. Я обязательно шестого часа во дворце. В Воронцовском дворце в 15 часов мы продолжаем. Будет чтение, будет возрастение ансамбля, будет новая музыка. И весело, и замечательно. И можем пообщаться. А может, Лина хочет, может, еще немножко. И так, если. Смотри. 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 Субтитры создавал DimaTorzok